В эфире Народное славянское радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве проходит выставка «Береста на века». В России бересту часто называют золотом. С древнейших времен она используется в хозяйстве, строительстве, охоте и рыболовстве, славясь своей легкостью, прочностью и водоотталкивающими свойствами. В берестяных колыбелях древние славяне качали детей. На берестяных лодках плавали на рыбалку. На пеленах из бересты хоронили усопших. В бересту одевались и обувались. В ней хранили продукты и вещи. Наполняли берестяной утварью дом. «Кабы ни лыка да ни береста, так бы мужичок рассыпался», – гласит народная пословица. В Дарвиновском музее демонстрируются свыше двухсот изделий, самые ранние из которых относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Здесь можно увидеть колчаны, игрушки, маски, музыкальные инструменты, бытовые емкости, берестяные грамоты. Центральное место на выставке отдано реконструкциям берестяных лодок. В рамках мастер-классов зрители могут попробовать свои силы в работе с исконно русским материалом, а узнать больше о берестяной культуре на встречах с путешественниками, археологами и ремесленниками. Выставка продлится до 12 марта. Часы работы. Вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00. Четверг с 13.00 до 21.00. Адрес Дарвиновского музея – улица Вавилова, дом 57. Ближайшее метро – академическое. В Москве можно посетить выставку «Почему свистит свистулька». В наше время дети почти не играют в традиционные народные игрушки. Потешная функция этих изделий утратилась, но они не канули в лету, а воспринимаются как символ преемственности поколений, используются для украшения интерьера или в качестве сувенира. В XIX столетии в разных уголках страны процветали глиняные промыслы. Так в Тульской области изготавливались филимоновские игрушки, калужской – хлудневские, пензенской – абашевские, архангельской – каргопольские. В экспозицию входят изделия мастеров XIX-XX веков и умельцев, которые развивают народные ремесла в наши дни. Выставка открыта до 12 марта, со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00. Адрес музея заповедника в Коломенском – проспект Андропова, дом 39. Ближайшее метро – Коломенское. Продолжим артефактами земель славянских. Зоологи установили, что былинные кони новгородских викингов в X веке были на самом деле миниатюрными, размером с современных пони. Как сообщается на странице Старорусской археологической экспедиции в «Живом журнале», исследование останков коней, найденных во время археологических раскопок на Рюриковом городище, провела кандидат биологических наук, сотрудник научно-исследовательского зоологического музея Московского государственного университета Наталья Спаская. Рост в холке у древних коней составлял лишь около 140 сантиметров, что по нынешней классификации конских пород относится к размерному классу пони. Как полагают эксперты, кони, останки которых были найдены на Рюриковом городище, относились к так называемым рабочим, близким по сложению к диким предкам. Ученые отмечают, что во время Рюрика на Руси уже знали о более значительных по размерам элитных южных конях, но таких в русских землях было чрезвычайно мало, они дорого стоили и доступны были только знати. Городище, расположенное у истока реки Волхов, является уникальным памятником истории. Русское географическое общество направит экспедицию на Новосибирские острова. Как сообщил исполнительный директор якутского отделения Дмитрий Соловьев, наша идея поддержана Республиканским попечительским советом общества и главой Якутии. И в этом году мы планируем провести комплексную экспедицию на Новосибирских островах. Там было найдено захоронение человека в военной форме, поэтому надо провести исследования для установления датировки. Осенью 2016 года Академия наук Якутии получила информацию об обнаружении захоронения неизвестного человека на острове Котельный. По одной из версий речь может идти об участнике геологической экспедиции Эдуарда Толле, которая пропала в 1902 году. По словам ученых, архипелаг не был детально изучен с 50-х годов прошлого века. Исследования планируется провести в несколько этапов. В 2017 году будут изучены острова Котельный и Большой Ляховский. В 2018 году острова Котельный, Новая Сибирь и Бенета. В 2019 году Котельный, Фадеевский, Большой Ляховский, Новая Сибирь. Также будет идти поиск сведений о возможных более ранних посещениях этих островов казаками и аборигенами арктического побережья. Кроме того, новая экспедиция увековечит память первопроходцев и исследователей островов в дореволюционные и советские периоды. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. На Байкале появится ледяная библиотека чудес. По задумке авторов проекта, это будет 460 раскрытых книг, вырезанных из-за льда. На символические хрупкие страницы поместят тысячу самых сокровенных желаний на трех языках мира. При этом написать о своей мечте может любой желающий на сайте Сибирской Байкальской Ассоциации Туризма. Кстати, следить за тем, как лучшие ледовые скульпторы региона возводят библиотеку, можно там же, в режиме реального времени. Ледяная библиотека чудес будет готова к концу января. Откроют ее в рамках фестиваля «Зимняя Ада-2017» на горе Саболиной. Подробности читайте на сайте мероприятия. В Красноярске 28-29 января приглашают на семинар введения гимнастику славянских чаровниц. На семинаре можно будет познакомиться с гимнастикой славянских чаровниц и ее сутью, узнать, что такое родовая сила и как она влияет на нашу жизнь. Узнать, кто такие берегини. Получить основы понимания жизненного пути и предназначения в представлении славян. Понять состояние женственности с традиционной точки зрения. Освоить основные элементы и движение практики «Стоячая вода». Узнать, почему упражнения гимнастики являются профилактикой женских заболеваний. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Абакане в Семейном центре развития «Лунная радуга» можно посетить семинары и мастер-классы. 19 января – славянская гимнастика для беременных. 20 января – как найти свое предназначение. 27 января – партнерские роды. За или против. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 17 января – вторник. Принципы лингвистика волновой генетики. Часть 2. Автор соведущий Петр Горяев. 18 января – среда. Клоны среди людей. Автор соведущий – Тюняев Андрей Александрович. 19 января – четверг. Тайна имени Ивана Грозного. Часть 2. Автор соведущая – Зеленая тара. Начало эфиров 20.00. Время – московское. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Желаем всем добра! Народное славянское радио. Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова